Андрей Озев провёл на первенстве по самбо два боя, и каждый из них выиграл. Спортсмен признаётся, что в первом бою было сложно, так как попался сильный соперник. С ним Андрей уже встречался на прошлых соревнованиях и потерпел от него поражение. Теперь воспитанник Икара как никогда был готов взять реванш. А второй бой был очень лёгкий. Ну, может, соперник попался. Так себе. Он просто со мной в группу ходит, я знаю, как он борется. Андрей Озев боролся в финале за первое место и одержал победу. Сила, воля к победе и нешуточные схватки. Первенство по самбо среди юношей по накалу эмоций не уступал взрослым соревнованиям. Каждый боец выходил на ринг с одной единственной целью – победить. Ведь городское первенство – этап отбора лучших спортсменов на первенство области. Борьба прошла успешно. Я пока отборолся только один бой. У меня впереди ещё один бой за финальный бой, за первое место. Ошибок пока не было. Первый бой выиграл очень быстро. Ну, может быть, соперники слабые пока. Не знаю. А так всё получилось хорошо. Сегодня поединки хорошие, соперники нормальные. Выспавь в более высокой категории. Но есть интерес попробовать попрактиковаться. И уже высшие соревнования потом. В первенстве по самбо участвовали три возрастные группы. Кроме воспитанников школы ИКАР, на ринг вышли самбисты школы номер 16. Всего соревнования собрали 82 спортсмена. По словам тренера Валерия Трубина, конкуренция была сильная. Каждый борец как минимум 2-3 встречи борется. Сначала борется в своей подгруппе, потом с подгруппы выходят самые сильные. С одной и с другой подгруппы. Эти сильные борются за первые и вторые места. А те, кто проигравшие, борются за третье место. После подведения итогов победители и призеры первенства по самбо получили медали, кубки, дипломы и ценные призы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.